Девчонки Девчонки Пришесса Вот Значит Девчонки Скорее Мы Муку В Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! Слава Украине! Героям слава! Дуже приятно быть сьогодні в такий, дійсно, дуже складный час в вашем прекрасном місті, дуже українському місті, и в таком ширшеме понимании как место, и в таком гущем, потому что народный дим сейчас центром самообороны и вообще населенно безвознанного движения. Но мне кажется, что сейчас, как никогда, в такой сложный час, когда с телевизоров, по радио, по интернету идет такая информация, которая, ну, никак не даёт втенгленности людьми. Наверное, мы все стревожены, мы все переживаем, что будет дальше, мы находимся в каком-то таком подвешенном состоянии, нападут на нас, не нападут, будем воювать, не будем воювать, звичайно, что никто из нас не хочет жить в... когда войны. Но мне кажется, что я для себя сделал выбор в том смысле, что мне, например, уже набридло бояться. Знаете, я три месяца боялся, эрголюция была, Крым покупали, и я боялся, 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 и наконец выяснил, что ну, сколько можно бояться? Если действительно придется воювать, мы поменяем смешки и инструменты на автоматы нарушницы и будем воювать. Но если все-таки до такого не шло, то нам так же надо как-то адаптоваться, надо продолжать жить, надо продолжать играть концерты, и мне кажется, что в такий час вот такие концерты просто необходимы, даже лекарь выступают по телевидению, больше того тут я бачил оболошение, что есть психологическая помощь людям, которые были на Майдане, вы знаете, мне кажется, все были на Майдане, кто-то физически был, кто-то с думками, фактически всем нам нужна эта психологическая помощь, и эта психологическая помощь – это такие концерты, поэтому дякую всем, кто пришел, и мы, музыканты, постараемся вас не обмануть и все сделать, что вы, принаймні, на эти две годины или тот час, что вы проводите здесь, хоть немного вы забыли про тот стресс, который нас оточит. С великой приемностью представляю академический камерный оркестр Волинской областной филармонии Канка Беллиска, и каждый диригент и керевник целого прекрасного коллектива – народный артист Украины Толий Левец. Сегодня наш концерт происходит в рамках проекта «Музичные параллели» Львов-Луцьк, а лучше, и правильнее сказать, Луць-Львов. И сегодня на сцене выступают музыканты из этих двух прекрасных мест. И мне очень приятно запросить на эту сцену ученицу четвертого класса первой музыкальной школы города Луцька, которая носит почесное имя Фредерика Шопена, Анну Ефименко. Она учится у прекрасного знаного педагога и тут, в Луцьку, и за межами. Луцька, Ирина Циганкова. И сейчас для вас она выполняет третью и четвертую частину фортепианного концерта Львовской композиторки, композитор, который живет и плавно работает, Богдан Фролян. требует Торий Ривейцов. Аплодисменты. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 До такой реакции приблизно несчастные дети, они ничего не знают, в школу они ходят, мабуть тупые такие вырастут, и что с ними в деталях? И когда я говорю, что они хорошо учатся, играют на конкурсах, выступают уже, то я вижу в очах многих своих коллег, ну так, решим решим, знаете. И вот у меня есть такая добра нагода подтвердить, что действительно мои дети, несмотря на то, что ездят с нами и часто пропускают в школу, хотя сейчас расскажу, когда она повезла, еще что-то умеют. Отже, сейчас выступает Роман Шутко, он учится в шестом классе Львовской специализированной музыкой школы им. Соломей Пшеницкой. Он учится прекрасной пианистской педагоге, которую вы сегодня также слышите, Оксана Рапити. И сейчас его выполнение прозвучит первая часть пятой сонати Людвига Ванна Толина для фортепиалов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 И я думаю, что вы запоминете свой роман на долго, а за веки Кобзарю, который будет перечитлено, который все-таки читал, то будет згадывать вас незрознительным словом. Спасибо. Я недавно выступал на передаче, как раз посвященный Тарасу Грегоровичу Шевченко, потому что сейчас уже как раз «Святкувальня» подойдет, посмотрите. И как раз мова зашла за его повестью, у него есть такая повесть-музыкант, автобиографическая повесть, где Шевченко описывает долю одного музыканта, который работает крепко у своего парня, но который прекрасно владеет на скрипте, играет хорошо на ленчее, и, в основном, рассказана его доля. Но в этой повесть, что интересно, Шевченко описывает какие-то технические характеристики игры на ленчее и на скрипте, показывает себе, что он очень хорошо разбирался в музыке. Знаете, он не был дилетантом. И даже сложно себе представить, что, фактически, эта повесть была написана где-то в Казахстане, где-то далеко в Казахстане, а он, не имея рукой интернету, википедии, не имея каких-то энциклопедий, сикли такими именами, как Лебер, Мундельсон, Шпор, Скрипай Шпор, который, в частности, был очень популярным и был конкурентом Пагаминни, но сейчас он говорит, что я даже скрипалял. А вот Шевченко в этой повести это нагадует. И, в основном, один из самых любимых композиторов, и это можно судить, из этой повести также, Шевченко был Фредерик Шопен. Я уже вспомнил, что Луцк и Луцкая музыка школа имеют прямые отношения к Шопену, потому что она названа на честь, носит и линья. И сейчас прозвучать один из самых любимых композиторов Фредерика Шопена, но ктюр, до дьес. Минус. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Звучит 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 музыка